Друзья, сегодня я решил еще одно вам посекотворение, как вступление к этому ролику, прочитать. Секотворение называется «Столетие». Написано оно через столетие, когда Николай Романов подписал отречение и убыл со своей семьей в Лондон. На самом деле он никого, естественно, отречения не подписывал, все это было сфабриковано. Он просто поручил и там исполняли. Но не об этом речь идет, слушайте стихотворение. Над вечной зимой Кремля, незримо небо хмурит брови. Все бьется, бедная страна, все тонет под потоком крови. Сто лет мы режемся в боях и умираем за идеи. Политиканы-фарисеи нам так сочувствуют в словах. В запале красных и цветных ведут в атаке, воспевая герою вечно молодых, в агонях молодость бросая. Нам только кажется, что все знамена наши в разном цвете, а над Кремлем зима. Весне пройти на родину не светит. Февраль, столетие прошло, посмотришь, что же изменилось. Страна сдалась врагу на милость, а время бесов не прошло. Дорогие сектори, я написал в феврале 2017 года. Как говорится, слушайте, думайте, пишите. Друзья, внизу, там под роликом, в описании, имена тех, кто оказал помощь каналу. И там же ссылки для тех, кто может присоединиться, хочет, имеет такую возможность и желание присоединиться к их небольшой сплоченной группе. А теперь слушайте сам ролик. Здравия всем подписчикам, как давним, так и новым. Рад, конечно, тоже приветствовать всех новых зрителей. У француза есть такая поговорка. Мечта о сладостях становится разочарованием, когда она осуществляется. В погоне за ложной мечтой, вернее, мечтами, человечество получило не просто огромное разочарование, но и оказалось в состоянии свободного падения в пропасть полного исчезновения. Внушенные мороком нечести мечты оказались ядовитым сыром в огромной мышеловке. Невозможно обрести ничего хорошего, когда предназначение меняется на пустые проблемы, мечты о пустых проблемах, о решении пустых проблем и глупые цели для осуществления еще более глупых и никчемных достижений. Слабые, бесполезные энергетические паразиты покорили человечество ложными мечтами и глупостью, и ложью, постоянной ложью. А самые подлые из людей, продав свою душу, стали исполнять роль цепных псов у этих паразитов, потому что они тоже поверили, что за это им будет благобисть про великая и большая бочка варенья. Сегодня мы поговорим о пятом общеизвестном опросе, который постоянно задают те, кто не трансформировался из одухотворенного человека до обезьянки Дарвина, то есть те, кто еще думает, кто способен думать, кто трезво мыслит, они задают часто этот вопрос. А те, которые уже трансформировались от обезьянки Дарвина в хомяка условного разумного, задают уже только совершенно безумные вопросы. Это пятый вопрос, который я озвучил в ролике базовом, на который надо дать развернутый ответ. Базовый ролик вы легко найдете на основном канале Нью-Рай Ченнел, он был опубликован 4 мая. А сам вопрос звучал так. Почему нам дали все готовое? Этот вопрос я называю, на ответ на этот вопрос я называю моей аксиомой Прометея. Все, что мы имеем и знаем, даровано нам сразу и одновременно, единомоментно. Я тогда дал небольшую предварительную такую информацию в том ролике на этот пятый вопрос. Огонь, металл, воздух, дерево, вода подглазны нашим рукам и силе нашего разума. А земля, мать-кормилица, колыбель для наших слабых физических тел. Нам дали не просто землю, нам дали земледелие, животноводство. Две стороны одного процесса. Вы скажете, а как же жили кочевники? А я спрошу, а какой идиот вам сказал, что кочевники могут жить без земледелия? Муку, крупы, рыс, коренья, даже соль и перец они получали всегда в обмен на продукты труда своего. Качельник не может произвести сталь, медь, ткань, керамику, если он одной с нами среды обитания. Я не имею ввиду народы севера, они нам чужие и у них иная совершенно суть. Таких чуждых нам народов очень много в этом мире, но они нам совсем не интересны. Мы их не изучаем, а о них не говорим. В этом мире многое является производным от древнего языка русов и тюрок, ибо эти два языка дополняют друг друга и взаимосвязаны, как нити на одном прекрасном ковре. Ну и еще существует литературный арабский язык, который совершенно извратили, поместил его в чумах, так сказать, в шатры немытых бедуинов, которые в принципе его не знают и даже самые просвещенные из них на самом деле реально арабский язык хорошо выучить не могут. Генетически все народы настоящие, слишком переплелись друг с другом и отсекая один народ от другого путем насаждения взаимной ненависти, последствиями идеологии, лживой истории, искусственных языков и глупой, но страшной и кровавой группы с единым корнем религии, которые все религии базируются на страшной базе пятикнижьего мыше. Они делают то же самое, что и любой разрушитель. Прекрасная ваза бросается на пол и бьется в дребезги, а потом эти неумехи, разрушив все до основания, как поется в их гимне, пытаются за сколков слепить нечто новое, им полезное, а потомки русов, тюрок, картлицев, адыгов, войнахов, лакцев, убыхов, хевсуров, лесгин и многих других, верят во всякие гурпости, вроде французских или шотландских королей, и говорят на слепленных на коленках языках, как те же сканинавы. Простой пример, все лежит на поверхности. Берем всем знакомое великорусское слово «барыш», позже или жирно древнерусском языке. Берем французский язык, в основе которого лежит язык лакцев, маленького народа на Северном Кавказе, но в который на территории Франции попало очень много слов, естественно, там около 45% слов из языка русов. И мы имеем в итоге «рыш», то есть позже «жир», «барыш» мы имеем на французском «рыш» богатый, «рышес» богатство. Итак, куда вы натекнетесь, везде то же самое будет на каждом шагу, что немецкий язык, что английский язык. Сегодня люди вообще не думают, что они говорят на русском языке, они верят, что они знают русский язык и говорят на нем. Они страшные, есть такие патриоты с георгиевскими ленточками на груди, которые всех призывают биться и сражаться за Родину, и самое смешное, при этом они машут непонятно в одной руке у них красный флаг, а в другой руке трехцветный флаг белого движения. Они даже не понимают, что означает цвета флагов Липовой Федерации. Всем, например, друзья, знакомого выражения «бузить». А ведь это ранее было бы оскорблением для человека сказать, что он бузит, так как бузовьё, молодой, рогатый скот, я уже об этом говорил, телецы и бычки. А вертеп – это всего лишь пещера. Внезапно или внебажно производное отбажать, то есть сильно желать чего-либо. Бажанный, желанный, вожделенный. Кстати, маленькое отступление. Я в двух роликах зачитал стих «Ступление», где прозвучало слово «Скарамохи». Тут же и объявились пловцы Акеллы на промахе. Они начали кричать «А-а-а, Акелла промахнулся». Неучи, глупые неучи, рынулись поучать и поправлять. Не просто с вниманием, но и с великим релеевением и великими оскорблениями. Были нормальные подписчики, которые указывали на эту, как они искренне считают ошибку. Только вот никто не думает о том, что я уже сотни раз говорил, что большая часть населения совершенно не знает языка, на котором они считают, что говорят. И тем более значение множества слов «нен», так как твари все извратили. Не надо ходить и искать вокруг да около. Когда-то безграмотные сочинители древнерусской истории взяли слово «скарамах», что означало «тарапыга», который из тех, которые «тарапыг», который «поспешишь людей насмешишь», то есть смешной «тарапыга», и придумали по аналогии с итальянским словом «скарамуча» и во французском языке «скарамуш», что тоже было в свое время другими придурками украдено из языка русу. И все это означало только одно – наш смешник «баламут пустобрех». То есть всегда и единственное правильное звучание дано в моем стихотворении, которое вы слышали. А вот перестановки М.Р. плод умства и импотенции наемников от синагоги в XIX веке, которые спешно придумывали летописи, скрижали, былины и невероятную историю, апофеозом которой стал труд некого фонтона по имени Карамзин, который никогда не существовал. Надо четко понимать, что никаких придурочных бояр в меховых шубах и огромных шапках, никаких палат боярских, никакой думы и тех же опричников и стольников никогда на самом деле не было и быть не могло. И, естественно, никакие скоморохи, или как меня поправляли, не могли там их развлекать. Впрочем, все это есть на основном канале, подробно давно разобрано. Теперь по поводу ошибки, которая была сделана мною, реальная ошибка тоже была сделана. Когда в конце ролика, одного ролика, который был неделю назад, я опубликовал справку родом из 1937 года. Как оказалось, эти шутники-забавники нам всем показали, как сегодня фабрикуются документы в интернете. Прошу вас прощения за то, что ввел в вас заблуждение. Суть того, что сказал при этом, комментирую, она не меняется совершенно. То есть там не менять нечего. Единственное, что ошибка это то, что на самом деле это, скажем так, справка сама по себе, большая подделка. Но таких подделок очень трудно их поймать и отличить, потому что они сделаны очень качественно. Я вообще не знаю, какой робот их там создает, эти подделки. Ну ладно, мы об этом говорить не будем. Интересную информацию прислал Константин из Николаева. Ну она, потом я нашел ее в сети, она есть. В Китае в ДТП, в дорожно-транспортном происшествии, погиб создатель искусственного интеллекта для моделирования войн. Еще раз подчеркиваю, погиб создатель искусственного интеллекта для моделирования войн. Один из ключевых разработчиков программы на основе искусственного интеллекта по моделированию военных конфликтов для Народно-освободительной армии Китая, Полковник Фэн Янхэ погиб в ДТП Об этом ссылка на источники вооруженных сил страны сообщала в воскресенье гонконгская ССМП По ее данным офицер погиб в автоаварии в Пекине 1 июля Он взял ночной рейс Так нам сообщают Из Чанши, где работал в Пекин Так как ему позвонили, сообщили о важном задании Заявил совеседник из Дании Он, как обычно, заказал такси по приложению К сожалению, его подобрал переутомленный таксист Все мы с нами, это что? Заказал очень важное задание Вы понимаете, да? Все это хорошо, так сказать, продуманная операция Переутомленный таксист, который въехал в грузовик Водитель которого тоже переработал Добавило издание Как пояснилось в источнике газеты Личные водители Народно-освязательной армии Китая Подложен только генералам Издание подчеркивает Что этот самый разработчик по имени Фэн-Ян-Хэ Которому было 38 лет Похоронен в субботном кладбище Ба-Ба-О-Шань На западе Пекина Там находятся могилы воеведенных политических, научных и общественных деятелей А также членов высшего партийного государственного и военного руководства Китая Как отмечает газета, Фэн-Ян-Хэ с 18 лет учился и работал в оборонно-научном техническом университете Армии Китая в городе Чан-Ша Кроме того, он изучал статистику в Горвардском университете США То есть студент или учащийся, или выпускник этого оборонного, совершенно закрытого учебного заведения Каким-то образом попадает в Горвардский университет США И там, значит, щедро ему дают необходимые знания Где он изучает статистику и высокопроизводительные вычисления в университете штата Айова Потом ей это изучает в рамках совместной подготовки, программы подготовки совместной С 2011 по 2013 год Как интересно, да? Вернувшись в Китай, он окончил докторантуру и руководил коллективами по разработке компьютерных программ На основе искусственного интеллекта по моделированию военных конфликтов Чан-Лю 1 и Чан-Лю 2, дословно с китайского, это боевой череп Чан-Лю это боевой череп Эти проекты стали победителями национальных соревнований Среди подобных программ Китая с 2019 по 2021 год Согласно открытым источникам, программа может использоваться для моделирования вооруженных конфликтов С участием авиации и кораблей Искусственный интеллект также может играть роль оппонента для тренировки командного состава Это нам сообщает, например, ТАСС и многие другие источники А вот Константин Иванов опять прислал интересный комментарий Здравия, Марат, слушатели канала и помощники Как-то на одном ресурсе попался мне такой термин Эмоциональный примат Описывал в сравнительном анализе возникновения состояния базовых животных инстинктов Бей, замри, беги Ну, это вот У животных есть такие базовые инфинкты Например, если вы когда-нибудь гуляли по лесу и встречали диких животных Ну, например, косуль, оленей Вновь, если такое животное замечает какое-либо подозрительное движение или звук Оно резко замирает на месте, перестает шевелиться, поднимает тушь и настороженно Слушивается и втягивает при этом себя в воздух То есть, это ситуация перед тем, как исполняется второй уровень программы Беги, спасайся Если подтверждается опасение животного Например, видишь, что там появился человек, который идет Животное стремительно бросается прочь и убегает, спасаясь и скрываясь И там пояснялось, что возникновение угрозы отсутствия того или иного блага В этой программе, пишет Константин Вызывало паническую всплеск и одну из реакций Простой пример из реальности Запустить по новостям инфу о возможном дефиците или полном отсутствии сахара Или соли, или туалетной бумаги добавляя от себя Причина любая может быть Учитывая скорость нынешних информ источников Полдня и полки пусты без каких-либо на то оснований Причем эмоциональный примат абсолютно не осознает момент работы Одной из реакций абсурдности всего происходящего Проверял на многих знакомых родственников разных возрастных социальных, материальных, образовательных уровней Одинаково за пачкой соли бегут спотыкаясь об недобежавших И с высоким образованием, и без него условно взрослые молодые И так почти во всем Меняя каждый раз причину эмоционального всплеска И не давая опомниться от предыдущего Гонят стадо в пропасть Правильно, стадо надо, чтобы оно зачем добежало Распродажа это тоже тот же самый стадный инстинкт Потому что человек бежит и от того, что дешево покупает кучу всего Что сам не знает зачем он это все приобретает Разметает там в Европе и в США и в Канаде Везде разметает полки магазинов Тащит все подряд Причем реальная цена Как раз таки она и существует в момент распродажи А цена, которая была до этого, она специально была такой высокой Для того, чтобы выманить деньги у тех, кто гордый тем, что у него деньги есть И он готов заплатить эту высокую цену Что он не какой-то там примитивный нищеброд А такой, значит, крутой парень Он заплатит полную стоимость А нищеброду будут давить своего прилавка во время распродажи Эта система, эта психология сетевого маркетинга Она разработана именно на животных реакциях Пропасть, как говорит, пишет Константин Летят с пачкой соли или сахара в сумке Что б уж наверняка улетел Потому как добытый в трудном бою С себя подобными не бросит Оттого и не могут вечно бегать и осмотреться Что вокруг происходит Что на небе, что на земле А палач набирает обороты Рассвет неумолим Равновесие уже многих стерло и продолжает стирать Многих, много лет, друзья Много, очень много, большой, огромный срок Людей на самом деле отучили И отучали принимать решения самостоятельно И правильно, трезво оценивать обстановку Люди совершенно забыли простую поговорку Семь раз отрежь, отмерь, один раз отрежь Они настолько торопятся, получив какую-то информацию Что даже думать об этом не хотят В результате у городских жителей в 99% Остался внедренным, жестко внедренным стадный инстинкт Иммиграционные движения по городу в поисках Корма, который ищется усиленно Вот как это делалось? Вспомните карточную систему СССР Которая реально просуществовала от рождения Реальное рождение СССР на самом деле Это 1928 год У меня все ролики на эту тему есть Опять-таки на основном канале Вот система СССР реально просуществовала До середины Горбачевщины, Горбачевского периода Когда на предприятиях массу выдавали всем По всей стране талоны на мясо, на масло, на сахар И прочие продукты первой необходимости А на полках в лучшем случае стояли банки с березовым соком И килькой в томате В этих продуктовых магазинах Больше ничего не было Более или менее снабжались Москва и другие города Города, которые были разрешены для посещения иностранными туристами И конечно закрытые в небольшом количестве военные города Вроде Севастополя И конечно республики Закавказья Потом в середине правления этого самого Мишки Меченого Исчезли все И зарплаты, и работа Закрывались, вы помните, огромные конторы Потому что в конторах этих сидели бездельники Закрывалась оборонка, закрывались военные предприятия Потому что 85% предприятий в СССР Они были оборонного назначения Поэтому мы закрывали И это было просто сделать Нет государственных заказов Кому нужно предприятие Скажем с 10 тысячами сотрудников Исчезли конечно сразу же И талоны, потому что Профсоюзы исчезли, которые выдавали эти талоны И продукты в госторговле исчезли Потому что госторговля быстро убивалась Началась эпоха Бартера, уличной торговли и дикой инфляции Развернулась под видом кооперативного движения Непонятная совершенно спекуляция Все это делалось для того, чтобы население С воплями радости восприняло развал СССР И Эльцинский рай в виде множек Буша, Макдональда И челночной торговли Основная цель всех поколений советских людей За весь период была очень простая Словчить, выжить, найти еду и одежду Вот 60 лет, это считайте, 3 поколения Потому что я считаю 60 лет Потому что капитуляция, подписанная этим мечным ковном Была всеми воспринята на ура И все, кто имел доступ к ресурсам Дружно рвались в бизнес Ну, кто контролировал какие-то ресурсы Они все тоже стали бизнесменами Укради и продай, кинь и сдохни Все это знают Так что нет никакого смысла ожидать Что все эти люди, их дети, их внуки Вдруг станут сегодня другими Читать в метро умные романы Как наблюдалось в свое время в Москве И в других городах Как оказалось, совсем не означает Уметь мыслить независимо Кухонные бунтовщики Травившие анекдоты о КПСС Брежневе, Лени, Чапаеве Дружно ревнулись голосовать За таких же, как они сами Пустопорожник Болтунов Не имеющих в голове ни одной своей мысли Но имеющих четкие инструкции От агентов Агентства национальной безопасности США Что им надо говорить И как грабить все, что осталось бесхозным Политика Это была не политика Это была просто Быстрая, эффективная Колонизация с разрушением Самой мощной на тот момент В мире военной промышленности Виктория Яра пишет Про сегодняшнюю ситуацию Заметим, что было тогда и что сегодня Наши мамы поехали на машине С Германии Через Польшу, Латвию У Былинка, Терехова Граница в Россию И уже три дня на границе Сидят Грузовики пропускают А легковых три машины За три дня только пропустили С русским паспортом, конечно Пропускают через Эстонию, Латвию Быстрее Белоруссия пропускают Только с русским паспортом Может быть это связано С последними событиями Расстрелами Расскажите подробнее Что мост взорвали в Крыму Украинцы получают еду Горячую на границе А наши могут только кофе Купить Я ответил Свободная эмиграция Населения На самом деле Это волнообразное Такое движение Кур возле забора Я уже много раз Это говорил Забор на самом деле Дрявый Но куры пробегают Мимо Доступных для взгляда Отверстий Через которые Можно пройти Потому что у них паника Они мечутся Именно там Где им положено Протаптывая Вдоль этих самых ограждений Такие тропки Своими лапками Топ-топ туда Топ-топ сюда На самом деле Границы вообще Нигде не охраняются Что могут страны У которых нет Восковых подразделений Пограничников Как они могут Периметр своей границы Перекрыть Норматива охраны Границы От незаконного Пересечения Требует Как минимум Одну роту На каждые 10 километров Требует Специальные полосы Знаете Там Спаханные Чтобы Была линия Такая Расчищенная С двух сторон От леса Мертвая зона Проколючая проволока И так далее И так далее То есть Как охранять границу Прекрасно Всем известно Но погранмойска Давно уничтожены Что в России Что в Белоруссии Что в Польше Их нет Потому что Численность погранмойск Советского Союза Была выше Чем сегодня Численность всей армии Всех бывших Союзных республик Всех 15 государств Если вместе собрать Численность пограничников Тогда была выше Я уже приводил пример То есть на самом деле Ну охранять некому Ничего А той же Польше Уже давно Тоже нет Этих пограничников Во Франции Например Давно Ликвидировали Пограничные Войска Их вообще нет Есть только Служащие в форме Там В аэропорту В местах Перехода Официальных Переходов Их тоже Очень мало Ну это просто Служащие в форме Которые Проверяют паспорт Там ставят штамп Что касается Этого моста В Крым То это такой Фетиш Для идиотов Который Постоянно Фигурирует В этой Показушной Так сказать Ситуации С постоянной Угрозой То его взрывают То его поджигают То там аварии То там еще что-то То есть на самом деле Страх Хомяк должен Постоянно жить В страхе Он не должен Забывать Что основная Его задача Бегать как Курица вдоль Забора Сейчас стало Но вернемся Друзья К основной теме Нашего ролика Почему нам Дали все готовые И всему научили На основном канале Я очень подробно Стер в ноль Все основные версии Развития Человеческого Общества И человека В общем Я доказал Что существование Дикого человека Охотника И собирателя Никогда И никоим образом Не могло Привести К эволюции Даже До состояния Первой стадии Рабовладельческого Общества Аксиома Слушайте внимательно Человек может Одичать Быстро И легко Как только Утрачено Принестное Семьи И утрачен Наставник Помогающий Детям Установить Гармонию Между разумом И душой Человек Это всегда И идет У всех У них По лезвию Бритвы Между силами Хаоса И силами Света Фактически Они несут На себе Бремя Хранителей Равновесия Всегда Находятся Они всегда На грани Тьмы И света Стихия Стихия Хаоса И стихия Света Не могут Быть Хорошими Или Плохими У них Нет Морали И критериев Которые Мы Оперируем Вроде Зла И добра Милосердия И жестокости Любви И ненависти Доброты И так далее Создатель Не имеет Понятия Сам По себе О морали И таких Глупостях Как Хорошо Или плохо Это Потомки Создатели Придумали Все это Когда Темные Твари Навязали Им Системы Государственные Вот Тогда Были Введены Все Эти Понятия Морали Морали Придумана Нечистью Для того Чтобы Мы Не мешали Им Себя Спокойно Кушать А Создатель Еще Спокойно Не имеет Понятия О морали Таких Глупостях Как Хорошо Или Плохо Он Никогда Не Раздает Милостыню И Не Помогает Падшим Тем Более Тем Кто Сам Употребил И Угробил В себе Его Частицу Обменяв Душу Свою На Лож И Морок Я Наверное Сговорил Что Немногие Это Осознают Творец Дал Нам Все Прежде Всего Частицу Себя Самого Искру Создателя И Дал Нам Высшее Право Право Творить В меру Таланта Исполняя Своё Предназначение А На Литературного Бога На Героя На Спасителя На Чёрта Или Вождя Может Рассчитывать Только Тот Кто Не Хочет Повиноваться Велением Своей Души То 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 Тот Кто Сам Добровольно Отвергает Душу Твою Кто Сам Отвергает Своё Предназначение Кто Гасит Сам Свой Свет Ложью И Само Обманом Искра Души Может Стать Ярким Светом Дарующим Вам Тепло Счастье Радость Творчество Настоящую Любовь И Вечность Бытия Но Только Реально В том Случай Если Вы Поддерживаете Её Питаете Её Свет Через Разум Свой И Исполняя Свой Путь В Биологическом Теле В Творчестве И Постоянной Заботе О Душе А Не Старайтесь Симонуть Глупостями Вроде Отбиваемых Поклонов Громких Молитв Коллективных Шерстей Портрет У вождей Уставок Каких-то Присяг Каких-то Или рабского Труда А то И вовсе Не веря В её Существование Если Вы Не верите В Существование Души Как Она Ж Должна Чувствовать Себя У вас Там Внутри И Поклоняясь Дарвину Эйнштейну Или Крыли Мэрли Бородатым Или Веря В дикий Брит Энгельса Что Тут Проротил Обезьяну В Человека Как Вы Можете Жить В гармонии С самим С собой Своей Душой И С тех Что Вы Ее Теряете И Это Разначит Тому Что Проравняет Смысл Существования Человека То Что Они Говорят К бабочке Подемки Помахал Крылышками Повеселился И Сдох Размножив Если Повезло Огромная Масса Существенная Масса Населения Сегодня Существует В радостном Сильно Озабоченном Ожидании Пенсии Думает Что У них Все Будет Хорошо Звеня Своими Кандалами И Так Никогда Не Начав Жить И Не Став Взрослыми Сразу Хотят Стать Глубокими Стариками Именно Поэтому Все Время Идут Разговоры О Пенсионной Реформе О Пенсионном Возласти О Пенсионных Фондах И Прочей Ерунде Получается Что Единственное Сребление Основной Масса Граждан Жителей Состоит В том Что Как Можно Быстрее Составиться Дожить До Определенного Возраста И Уйти На Пенсию Как Можно Раньше И Что Пенсия Это Была Достаточная И Брать По Улицам И Торговым Центром Мира Счастливые В кавычках Хорошо Обеспеченные Или Очень Плохо Обеспеченные Так И Не Попробовавшие Жить Даже Не Попробовавши Начать Жить Довольные Своим Почтенным Возрастом Биологические Тела Не Осознавая Всю Бессмысленность Своей Заботы Об Биологическом Кратко Живущем Теле А ведь У каждой Из них Еще Есть Шанс Заняться Своей Душой Если Она Еще Не Покинула Столь Неприятное Место Обитания Где Над Ней Столько Времени Издеваются Изощренно Занимаясь Ложью И Самообманом Перворожденные Друзья Не Ангелы И Не Святые И Не Лекари И Не Паладин Света Они Все Разные И Тоже Могут Совершать Ошибки Не Ошибается Только Тот Кто Ничего Не Делает Тем Более Что Любая Ошибка Может Привести К Потере Равновесия И И Тогда Силами Стихии Слом Владеющий Может Попасть Под влияние Перевес Пройдет Либо сил Хаоса Либо сил Свет Что Всегда Приводит К борьбе И Потрясениям Равновесие Нарушается Баланс Теряется И По всем Отражениям Проносятся Волны Изменений Самый Простой Пример Такой Вот Маленький Пример Приду Вот Поставьте Свечку И Горящий Ровный Язычок Пламени Поставьте Вокруг Огромное Количество Зеркал Бесконечных Числов И Кто-то Вдруг Как-то Повлияет На Огонь Пламя Начнет Метаться Тени Пляшут В Зеркалах Вечности Это Очень Примативно И На самом деле Образ Всего Сущного Погасить Невозможно Его Невозможно Затоптать Ибо Он Всегда Возвращается Всегда Возвращается В равновесии К своей Стабильной Форме Но Я Пришел К Выводу Еще Раз Пытаю Это Мой Вывод Я Пришел К Выводу Что Такие Нарушения Такие Сбои Такие Разруны Нарушения Равновесия Тоже Являются Счастью Замыслов Создателя Ибо Всегда Потрясение Является Не только Испытанием Для всех Носителей Его Искры В себе Во всех Близких К образу И наиболее Стабильных Отражения Это Вообще Горнило Естественно Разбора Отбора Горнило Развития Потому что Иначе Стагнация Смерть И это Такой Горнило Естественного Отбора Где в пламени Света И холода В пламени Холода Тоже В памяти Холода Тьмы Происходит Закалка Душ Начинающих Свой путь Вечности Не забывайте Что душа Частица Творца В тот Краткий Мех Когда они Зародились И пребывает Краткий Мех В биологическом Теле Наше тело Испытывает Наш разум И нашу душу Само по себе Задача его Животное Этого Теологического Тела На способность Сопротивляться Его же Животным Инстинктам Это Сам по себе Ничтожный Исторический Мех Пока разум и душа В нем В биологическом Деле Обязаны Найти друг друга И найти Внутреннее Равновесие Это и есть Первый шаг К познанию Своего Настоящего Предназначения Перед лицом Неверчности Это если хотите Первые попытки Жизнь Души И разума В биологическом Теле Это первые попытки Ребенка Научиться Говорить И ходить Творец Не только Дал нам Возможность Обрести гармонию И начать творить Выполняя Своё предназначение Но и наделил Нас физическим Телом На первом этапе Физическое тело И есть Испытание Тяжёлое Испытание В то же время И огромное Благо От него Перерождённые Получили Знания Умений Которыми Стали Щедро Наделять Всех Кого Породили Они Это я и Называю Мои Аксиомы Прометея Всё Всё что Мы Имеем И знаем Даровано Нам Сразу И одновременно Огонь Метал Воздух Дерево Вода Всё Подласы Нашим Рукам И силы Нашего Разума Но Они Могут Пострадать Всё От Нашей Слабости От Нашей Лжи От Нашей Покорности Морку Земля Нормально Для нас Мать Кормилица Колыбель Для наших Слабых Физических Тел Но Мы Можем Её Испоганить Нам Дали Не Просто Землю Нам Дали Земледелие Животноводство Две Стороны Одного Процесса Труд На Земле Об Благораживание Земли Потому Что Земля Живая Одна Из Высших Форм Творчества Пастух На Горном Склоне Сатара И Овец Или Мельник В Мельнице Работающий На Мельнице Куда Важнее Всех Белых Воротничков Мира Которые Абсолютно Никому Даже Самим Себе Не Нужны Если Вы На Две Чаши ВСО Поставите С одной Стороны Пастуха Или Плотника Играющего Топором Или Мельника А с другой Стороны Всех Служащих Мира Всех Абсолютно До Единого Которые У государства Получают Зарплату Так Вот Жизнь Этого Встуха Намного Важнее Чем Весит Мусор Из Офисов Существо В офисе Администрации Перекладывающее С места На место Бумажки Есть Абсолютно Вредный И бесполезный Паразит Что Не было Написано На двери Кабинета В котором Оно Обитает У меня Есть ролики На базе Учебника Химии Для французского Лицей 1898 Года Так Вот Там Больше Необходимых Практических Знаний Чем В учебниках По которым Сегодня Готовят Учителей Химии В вузах Друзья Я уже Говорил Что Есть Животные Которые Специально Созданы Творцом Для Человека И Не Могут Обойтись Без Человека Животные Которым Нужно Например Вовремя Доить Которые Приспособны Жить Только И Только С Человеком А Человек Не Может Полноценно Жить Без Этих Животных Прежде Всего Это Коровы Овца И Коза Он Также Не Может Без Этих Животных Заниматься Земледелием Иметь Нормальный Большой Терем Или Хором Потому Человек Живет Не В Изб Живущей На Земле Он Живет Терем Он Живет В Доме Он Живет Хором У Него Также Есть Домашняя Птица Прежде всего Курица А Домашняя Утка Никак Не Может Стать Перелетной Они Могут Найти Пропитание Без Человека Эти Животные Могут Летом Ранней Осенью Благо Травы В полях Много Но Если Придет Зима Травы Нигде Не Будет Снег И Только Современная Своевременная Заготовка Например Того же Сена Зерна Запасы Поможет Этим Животным Выжить А без Доения Их Они Долго Не Смогут Существовать Зерно Нужно Птице Сначала Первых Заморозков И до Июня В средней Полосе И не Надо Писать О фазанах О павлинах О куропатках Это В принципе Не домашние Животные Это Птицы Были Созданы Для Украшения И Охоты Посмотрите На Огромное Количество Невероятные Пород Собак И Кош Только И Идиот Может Сказать Что Из Диких Шакалов Или Лис Можно Вырастить Болонку Или Пудель Если Посмотреть На Официальную Историю Все Заполненные Голодом Отводите Историю Любого Века И Почитайте Что Там Пишут Она Естественно Это Вся История Ложная Но Послушайте Что Там Пишут Там Только Голод Чума Холера Войны Преступления Гражданские Войны События Когда Люди Люди Уничтожают Друг друга Десятками Тысяч Сотнями Тысяч И так Дали Вымирает Во время Там Этих Самых Чумы 80% Пишут Населения И так Дали Какой Идиот Озабоченный Не имеющий Еды Нормальной Озабоченный Тем Чтобы Кусок Хлеба Себе Найти Будет Заниматься Выращиванием Селекции Введением Пород Ковышек Вычесывать Их Халить Вот Как Простая Лопата Опровергает Всю Историю Древнего Мира Эфеодализма Так И Перечень Домашних Декоративных Собачек Вталтает Грязь Все Измышления Дарвинистов Если Мы Перейдем К Культурным Растениям То Вся История Появления Особых Зерновых Культур Есть Явная Форма Клинического Идиотизма Современной Биологии Заодно Только Посечь Огневое Земледелие Можно Отправлять Лечебницу Сразу Просто Психиатурическую Лечебницу Любого Кто Этому Учит Детей Не Надо Брать Даже Брать Вековые Леса Которые Якобы Были На территории Руси Которые По Европе О которых Нам Рассказывают Те же самые Историки Попробуйте Имея Каменный Топор Ладно Каменный Что там Каменный Топор Вы можете Сделать Вы Топор Никогда Каменный Не сделайте А Железный Топор Возьмем Заметим Что только Идиот Сможет Пойти Рубить Железным Топором Сорокалетнюю Ель Очень Смешное Будет Зрелище Так Железо Само По себе Очень Махий Металл Остальной Топор Это Уже Как Лопата Старелитейная Промышленность Так Вот Если Неким Фантастическим Образом Вы Вырубите Лес То Как Потому Вы будете Выкорчевывать И чем Корни И сколько Лет Может Быть Ваши Правнуки Будут Выкорчевывать На том Месте Где Лес Каким Чудом Срубил Сама История Создания Самой Пшеницы Полбы Ячменя Ржи Из Диких Злаков Это Вообще Стопроцентный Памятник Критинизму Критинизму На стопроцентно Лживому Идите В поле Дикое В момент Когда Злаки Дикие Колосятся И Попробуйте Собрать Зерна Злаков На Гошок Каши А потом Если вам Друг Повезет И вы Горстку Соберете Попробуйте Это съесть Вы Окалеете Без голода От голода Без зерновых Без овощей Без фруктов Лес 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 Может Дать Мясо Шкуры Пух И перья Но Никогда Не даст Вам Полотна На Рубаху Или Нити Для Той Ж Сети Не Вы Можете Сплести Морду Что И делали Наши Предки Из Пути Сделать Корзину Можете Ну Вот Шаль На Плечи Сарафан Вышитый Лес Вам Никогда Не даст Никаким Образом Это Все Вся Одежда Крестьянская Которую Вы Видите Это Признак Высококачественной Сложней Ищей Индустрии Текстильной А иначе Вот Все Мы Можем Сказать Так Что Если Вот Все Что Я Перечислил Если Человек Да Человека Можно Загнать В лес И Заставить Его Там Жить Но Он Очень Быстро Одичает Скажем Так Средние Полосы России Я Не говорю О Северной Тайге Человек Выжить Без Очень Очень Много Что Дает Промышленность Никак Не Может Он Даже Одичать У него Не Получится Он Просто Погибнет Если У него Нет Всего Что Необходимо Если Например У него Нет Огромных Запасов Там Все Надо И Соль Надо И Жир Надо И Мас Надо Растительное Это Все Что Угодно И Топор И Рубанок И Нить Перечень Того Что Надо Начиная С Иголки Там Будет Совершенно Огромный Жизнь При Ваше Даже Даже Если У вас Все Это Есть Будет Просто Вечной Борьбой С Холодом И Голодом С Насекомыми С Болезнями А Белый Человек Такой Жизни Совсем Не Приспособлен У Него У Белого Человека Нет Симбиоза Как У Северных Народов Северным Оленям Или Нет Жизни В Джунглях Амазонки Где Все Вокруг Кишит Едой Где Нет Необходимости В Тепле Согревающем Огне Кстати Дикари Сельва Одичавшие Слуги Они Одичавшие Слуги Они Не просто Так Появились Дикари Рухнувших В этот Мир Странных Цивилизаций Я как-то Это говорил Из далеких От нас Отражений Как и Развалины Городов Там Эти Сели Храмовых Это Все Остатки Из Так Скать Городов Их Кровожадных Хозяев Ладно Эту Тему Я Продолжу В Следующем Ролике А в Конце Маленький Комментарий Отдал Него Друга И помощника Александра Анахова Который Начал Знакомиться С творчеством Фронтовика По моему Советы Воднолик Я вам Зачитал Николая Никулина Александр Пишет Взялся За воспоминания О войне Николая Никулина И сразу Ответил Мысль Которая Объединяет Очень многое Происходящее Сегодня Вот он Процитировал Шло Глупое Бессмысленное Убийство Наших Солдат Надо Думать Это Селекция Русского Народа Бомба Замедленного Действия Она Взорвется Через Несколько Поколений В 21 Или 22 Веке Когда Отобранная Взеленная Большевика Масса Подонков Породит Новое Поколение Себеподобных Конец Цитаты Друзья Я благодарю вас Всех За внимание Попробуйте Понять То что я говорю О смысле Всего вам Доброго И до Следующей встречи Которая Состоится Как всегда В воскресенье Продолжение следует